Здравствуйте! Поговорим о роли Атиллы в истории христианской церкви. Величайшим и интересующим всех событием в жизни Атиллы является его встреча с папой римским Леоном. Ввиду важности этого события, приведу отрывок из своего исторического романа. После обеда 5 июля состоялась конфиденциальная беседа императора Гуннов и римского папы. Атила начал с анализа политической и военной ситуации, безнадежной для римлян. Леон невольно вздохнул. Вы, конечно, правы. Невозможно отрицать очевидное. Ситуация для римлян безнадежна. У меня нет оснований сомневаться в том, что вы станете скоро хозяином Италии. И потом реализуете вашу мечту создания Римско-Гуннской империи, о котором только что сказали. Меня беспокоит один основной вопрос. Что будет в этом случае с церковью и христианским населением? Христиане до недавнего времени жестоко преследовались государством. Я боюсь, что их ждут новые испытания. Атила заметил, в моей империи христиане, как и представители других религий. Чувствуют себя спокойно. Сотни тысяч остроготов и других германцев являются христианами, не говоря уже о бывших римлянах из Дакии и Панонии. Греках из Причерноморья и оккупированных нами Балканских городов. Миллионы степняков от Дуная до Китая тоже верят в единого и всемогущего Бога. Папа с большим интересом услышал это заявление и оживился. К сожалению, боты являются христианами арианского толка. У нас принципиальное разногласие, Атила перебил его, мы считаем, что к Богу ведут много путей. К тому же я не думаю, чтобы простые готы понимали разницу между различными течениями христианства. В любом случае, я вам обещаю после создания Римско-гунской империи полную поддержку христианской церкви и помощь в христианизации всех желающих от Испании и Африки до китайской границы. Леон был ошарашен и невольно воскликнул от Испании и Африки до китайской границы. Атила улыбнулся, гуны верят, что на земле будет когда-нибудь один правитель точно так же. Как на небе есть один Бог, тогда вы сможете распространять свою веру среди всех народов. Леон вспомнил, что франки и многие другие германские народы оставались язычниками и продолжали приносить человеческие жертвы, как и значительная часть населения Галлии, истреблявшая направлявшихся к ним христианских миссионеров. Для еще слабого христианства, недавно ставшего государственной религией, не успевшего пустить глубокие корни в сознание населения даже Римской империи, открывалась грандиозная перспектива в драматической политической ситуации. Леон встрепенулся, вы знаете, я реалист, а не мечтатель. Но ваше предложение крайне заманчиво. Я буду думать, Атила внимательно посмотрел на него, на самом деле вы такой же строитель империи. Как и я, благодаря вашим реформам, римское папство становится серьезной политической силой. Папский двор становится похожим на императорский. Епископы все сильнее и сильнее зависят от вас. Меня восхищает эта невидимая империя, не знающая границ. Ваше создание может выжить, даже если рухнут оберинские империи. Я вас считаю самым мудрым человеком на Земле. Леон был польщен и сказал предельно откровенно, спасибо за понимание. Мне так же нелегко, как и вам. Это посольство является первым большим дипломатическим демаршем в церкви, и я хотел бы, чтобы моя миссия увенчалась успехом. Атила посмотрел ему в глаза и медленно произнес, Я рассчитываю, что церковь могла бы помочь в консолидации и обеспечении устойчивости будущей римско-гунской империи. Предлагаю вам начать серьезно размышлять о возможности нашего будущего союза на основе общности и интересов. Я могу помочь церкви в быстром расширении сферы ее влияния. Мы поговорим об этом подробно. Когда я приеду в Италию в следующий раз, Папа невольно вздрогнул. Император спокойно продолжал, Для меня военная победа не является самым важным делом. В этом году мне достаточно завоевать вашу дружбу и понимание. Ваша миссия будет успешной. Я согласен покинуть со своей армией Италию при условии. Утром 6 июля Атила собственной персоной на латинском языке объявил, Что соглашение достигнуто и гунская армия скоро покинет Италию. О тенгрианской религии Атилла можно прочитать в моей книге Или посмотреть видео. О плане создания римской гунской империи я рассказываю в нескольких видео. Наиболее полно в видео лексии идея Атилла о римской гунской империи и кредо классического тенгризма. Благодаря одному Атилле католическая церковь получила четырех святых. Папу Леона, Женевьеву из Парижа, Эпископа Ананиуса из Ролиана И епископа Лу из Труа. С них не упал ни один волос. До этого святыми становились почти исключительно мученики. Французский академик Амедетий Ри Оценивает это событие следующим образом. Множество событий военных кампаний 451 и 452 годов было три, которые, казалось, отличались от других особым оттенком необычного и чудесного и претендовали на отдельное место. Защита Орлеана и его епископом святым Ананиусом, пощада города Труа по просьбе его епископа святого Лу, наконец, спасение Рима, оставленного императором по просьбе папы святого Леона. Любой другой, менее мистический век, такое удачное, трижды повторенное вмешательство священнослужителей, укращающих дух разрушений и останавливающих угрозу гибели в трех больших городах. Привлекло бы внимание народов, в пятом веке оно поглотило это внимание. Оно стало главным и доминирующим событием вторжения, точнее, все остальные события исчезли перед ним. Сообщая чудесный оттенок всей войне, оно придавало ей моральное значение в порядке религиозных представлений, добавим, что оно предоставило христианству бесцененное оружие в его все еще очень острой борьбе с язычеством. В течение ста лет язычники, верных своей старой тактике, обвиняли христианскую религию во всех несостях империи и последние были вынуждены оправдываться. Три события, о которых я говорю, положили конец всем этим спорам. Какой безапелляционный ответ на обвинение? Какое доказательство силы новой веры? Какой триумф для его служителей? Напрасные языческие жрецы выдвигали астрологические вычисления. Чтобы объяснить уступки Атилы действием звезд, общественное сознание почитало святого Льва, который сам возложил эту честь на своего Бога. Таким образом, в V веке Европа была поглощена обсуждением уважительного отношения Атилы к религиозным деятелям. Это обсуждение продолжается и до сегодняшнего дня. В средние века оно породило множество удивительных легенд. Считалось, что Атила видел святого Петра с мечом. Говорили, что царь Буннов, которому римские легионы не смели смотреть в лицо, обвиненный своими в том, что он уступил безоружному старику. Воскликнул А, не этот священник заставил меня уйти, а другой, стоя позади него с мечом в руке, угрожал мне смертью. Если я не подчинюсь его приказу, другая легенда помещает святого Павла рядом со святым Петром, вероятно, для того, чтобы сохранить равновесие между двумя апостолами. Хранителями и покровителями христианского Рима. Мы впервые находим эту версию в VIII веке у Поля Зьякона. Более поздние авторы повторяют ее без колебаний и сомнений, как общепризнанный в Италии факт. С тех пор эта считающаяся истинная версия встречи святого Леона и Атилы стала популярной и часто воспроизводилась в произведениях искусства. Наконец, кисть Рафаэля дала ей бессмертие. Из этого можно понять характер изменений, которым в средние века подвергались многие персонажи и события. Таким образом, Атилла сыграл исключительную роль в усилении христианской церкви. Но он это делал для реализации своей идеи о создании Римско-Гонской империи. Римско-Гонской империи Римско-Гонской империи